Доброе утро! Желает вам телеканал СТВ. Не так давно в Беларуси был принят закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающим детей. Документ уже вступил в силу, а разобраться во всех тонкостях вопроса мы решили с нашей сегодняшней гостьей. Итак, встречайте, консультант отдела народонаселения гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Светлана Коваль. Доброе утро! Доброе утро! И вдвойне приятно беседовать за чашечкой ароматного чая, а сладкие подарки предоставлены партнером нашей программы кондитерской фабрикой Видьба. Бисквитные сладости от Видьбы это неисчерпаемый источник хорошего настроения. Видьба наполняем жизнь вкусом. Итак, по поводу нового законопроекта давайте сейчас разберемся, кто имеет право претендовать на эти самые пособия. Нам это тоже интересно, потому что я и Саша, мы родители разных детей. Но тем не менее. Право на пособия имеют граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица безгражданства, которые постоянно проживают в стране. Это условие сохранилось. Оно как и было до 1 июля, так и сохранилось с 1 июля. Также имеют право на пособия временно проживающие иностранные граждане и лица безгражданства, которые работают в Республике Беларусь, то есть уплачивают обязательный страховой взнос. Я знаю, что есть еще в редакции акцент на том, что на день обращения за пособием ребенок должен находиться, быть зарегистрирован по месту жительства. Почему именно такое уточнение было сделано? Да, действительно, ребенок должен быть зарегистрирован по месту жительства, месту пребывания или месту временного проживания. Это условие не новое, оно было и до 1 июля в старой редакции закона. Введено оно просто для конкретизации. Какие введены доплаты к пособиям по беременности и родам? Пособия по беременности и родам предполагается, что будет доплата к этому пособию, именно к пособию по беременности и родам, которое выплачивается в минимальном размере. Минимальный размер – это 50% бюджета прожиточного минимума в месяц. На сегодня это примерно 92 рубля в месяц. Либо размер пособия по беременности и родам приближен к этому размеру. Доплата заключается в том, что будет сравниваться вся сумма выплаченного больничного по беременности и родам за весь период больничного. Будет сравниваться с размером пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, который будет рассчитан со дня рождения ребенка по день окончания выплаты по больничному листу. Доплата эта коснется только тех больничных, которые выданы начиная с 1 июля и позднее. А сама доплата уже будет после окончания больничного, когда уже будет окончен срок выплаты по больничному листу. Я знаю, что раньше женщина, которая претендовала на получение пособия по уходу за ребенком по беременности, она должна была встать на учет обязательно в государственную поликлинику. Сейчас можно это делать и в негосударственных поликлиниках, правильно? Да, да, правильно. С 1 июля можно с 1 июля встать на учет до 12 недель беременности в частной клинике и затем получить пособие. А какие еще нововведения? Возможно, насколько я знаю, что теперь могут обращаться не только родители за пособием по уходу за ребенком, но и близкие родственники. Расскажите подробнее об этом. В отношении родственников ребенка, именно родственников ребенка, то до 1 июля такое право они тоже имели, но только в том случае, если они находились в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, по месту работы. А сейчас новое условие введено для тех родственников, которые являются индивидуальными предпринимателями, нотариусами, ремесленниками, адвокатами, лицами, осуществляющими деятельность в сфере агрокатуризма, они также смогут приостановить деятельность по уходу за ребенком до 3 лет и получать соответствующее пособие на период, когда родители заняты, либо работают, либо осуществляют какую-то иную деятельность. Сам этот размер пособия по уходу за ребенком до 3 лет, он изменился? Размер пособия не меняется, он остается на том же уровне, меняется только периодичность перерасчета размеров пособия. Если раньше это было 4 раза в год, то теперь это будет 2 раза в год, с 1 августа и с 1 ноября. А от чего зависит этот размер пособия? От зарплаты родителей? Размер пособия исчисляется от заработной платы работников республики по стране. А как изменился закон по отношению к семьям, которые воспитывают детей инвалидов? Семьям, которые воспитывают детей инвалидов, изменения внесены по пособию по уходу за ребенком инвалидом. Этот вид пособия выплачивается в органах по труду, занятости, социальной защите и полагается он неработающим лицам. Но в отношении родителей, именно родителей, введено условие, что они могут работать на 0,5 ставки или меньше, чем 0,5 ставки, либо работать на дому и получать этот вид пособия. Еще одно условие также предусмотрено для родителей. Если они являются получателями пенсии или ежемесячной страховой выплаты от Белгостраха, они также имеют право на это пособие. А общее условие для всех лиц, которые осуществляют уход за ребенком инвалидом, касается тех лиц, которые ухаживают за ребенком с самыми тяжелыми степенями утраты здоровья с третьей и четвертой. И если ребенок старше трех лет, то размер пособия будет не 100% бюджета прожиточного минимума, а 120%. Я знаю, что так как пособие все-таки выдается не всем, должны быть определенные условия у человека. Я знаю, что некоторые нерадивые получатели пособия, они скрывают какие-то причины, обстоятельства, по которым это пособие больше не должно им выплачиваться. Вот как с этим бороться, что делают и какие изменения по этому поводу есть? Ну, если смотреть закон старой редакции, то в законе было предусмотрено, что граждане обязаны известить о наступлении этих обстоятельств. Под честное слово. Ну, в пятидневный срок, под честное слово. Вот, если так выразиться. По-простому, да. По-простому. А с 1 июля будет уже введено такое условие, что если они не сообщили в пятидневный срок об этих обстоятельствах, то если общий порядок применяется, прекращение выплаты пособия с первого часа следующего месяца, а если они не сообщили, то выплата пособия будет прекращаться со дня наступления обстоятельств. Все понятно. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Было очень приятно пообщаться, узнать. Вы очень все здорово разъяснили. Но, разумеется, с пустыми руками мы вас не отпустим. Мы хотим угостить вас сладким подарком от партнера нашей программы «Начинайте утро вкусно» с бисквитными сладостями от кондитерской фабрики «Витьба». Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо вам большое. А я напоминаю, что в студии хорошего настроения сегодня была консультант отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Светлана Коваль. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, а телезрителей мы оставляем в компании наших коллег из информационной службы. Новости 24 часа. А мы вернемся совсем скоро.